Это моя игра. Если не учитывать всякие перерывы, то она находилась и все еще находится в разработке ровно 16 дней. В сегодняшнем ролике я покажу вам процесс разработки этой самой игры, начиная с абсолютного нуля и заканчивая тем, что уже есть сейчас. Всем привет, дамы и господа, с вами снова я, Амонгридж. Поехали! Итак, первый день разработки. До этой игры у меня в разработке была другая игра, которая могла бы даже выйти в стиме, если бы не кое-какие проблемы с разработкой их. Теперь тут бегает и прыгает новый персонаж. В конечном итоге я забросил разработку той игры и решил заняться этой игрой. И проект был начат 21 августа 2022 года. Но в чем же суть этой игры? Сейчас расскажу. Игрок появляется в комнате, из которой ему надо выйти. Выход из комнаты закрыт дверью определенного цвета. В комнате также можно встретить вот такие вот штучки, которые я называю сферами. У этих сфер тоже есть свой определенный цвет. Если собрать все сферы этого цвета, то откроется дверь того же цвета, что и собранные сферы. То есть если собрать все синие сферы, откроется синяя дверь. Если все оранжевые, то оранжевые и так далее. С этим, думаю, разобрались. В Unity я создаю прототип своей будущей игры. И примерно через час работы у меня вышло вот это. Зачем я перехожу в программу под названием Asiprite. Надеюсь, я правильно произнес ее название. И нарисовал сферами двери всех цветов. Всего цветов будет 8. Вот они все. Слева на браво. Нам, Джун, че... А, стоп, не тот сценарий. Экспортирую все это в ПНГ. И открываю в Unity. Тот квадрат, что у меня уже был вместо игрока, я удаляю. Вместо него создаю новый пустой объект. Добавляю ему свой спрайт. И... Создаю новый пустой объект. Добавляю ему свой спрайт. И вот так он выглядит уже в игре. Добавляю игроку анимации, чтобы поживее выглядело. Настраиваю их в скрипте игрока. И делаю так, чтобы когда игрок шел влево, он поворачивался налево. И наоборот. Стало гораздо лучше. Перед тем, как добавить сферам и дверям спрайты, Я решил сначала добавить звук при прыжке. Естественно, так как игра у нас в пиксельном стиле, а если правильнее в 8-битном, то и звуки должны быть соответствующими. А чтобы сделать эти звуки, я качаю на комп программу BFXR. Тыкаю всякие кнопочки, выбираю понравившийся вариант и экспортирую. Переношу в Unity, делаю так, чтобы звук проигрывался при прыжке. И как мы видим, а точнее слышим, все работает замечательно. В третий день, который начался через 2 дня после второго дня, я наконец-то занялся спрайтами дверей и сфер. Как вы помните, у сферы дверей есть свои определенные цвета. Если сфера на уровне синего цвета, то дверь, которую они будут открывать, тоже должна быть синей. И так со всеми остальными цветами. Чтобы цвета сферы, привязанных к ним дверей, не могли быть разными, я дополняю код сфер и дверей. Спойлер. Через некоторое время я этот говнокод перепишу. Но не сейчас. А сейчас я решил добавить сферам анимацию паления в воздухе. Но возникла проблема. Из-за того, что у сфер в анимации задавалась их позиция, они все на нее перемещались и скапливались в одном месте. Я ее заметил только на следующий день, поэтому решил ее тоже на следующий день. А пока я решил скачать из Ассидстора плагин для отображения фпс. А почему бы и да? Ассидсторис что? Это площадка, созданная самими разработчиками Юнити, куда разные люди могут бесплатно или за деньги загружать готовые модели, скрипты, звуки, спрайты и так далее, чтобы другие люди могли использовать это в своей игре. После некоторых поисков я нашел штуку под названием «Графия». Мне она показалась достаточно прикольной, поэтому скачиваю и импортирую в свой проект. Теперь при нажатии сочетания клавиш Ctrl-Alt-H, которые я впоследствии поменял на Ctrl-Alt-O, просто чтобы вы знали, появляются вот такие окошки, в которых указаны текущий фпс, сколько игра живет оперативки, громкость звуков, а также всякая информация о системе. Там разрешение экрана, видеокарта, процессор, операционная система и так далее. На этом третий день разработки подошел к концу. На четвертый день я заметил проблему, о которой я говорил выше. Из-за того, что у сферы в анимации задавалась их позиция, они все на нее перемещались и скоплились в одном месте. И для решения этой проблемы я не придумал ничего лучше, чем написать отдельный скрипт «Сферспан», который спамит сферу в объекте, к которому прикреплен скрипт, и задает в ней все необходимые параметры. Возможно, кто-то сейчас спросит, а почему нельзя просто создать пустой объект и повесить на него сферу? Да я сам не знаю, я тупой, наверное. И 26 августа, на следующий день после четвертого дня, разработка как-то первалась. На протяжении двух месяцев я не записывал никаких футажей, где хоть что-либо добавлял в игру. Причин этому было несколько. Во-первых, я все еще записывал сплей, который нужно было выкладывать каждое воскресенье. Хотя я даже каждое воскресенье не мог выкладывать. Ну ладно. И вот, 17 октября, я официально, если так можно выразиться, перестаю являться летсплейщиком. И выпускаю ролик, где рассказываю почему. И буквально чуть больше, чем через час после премьеры того ролика, я впервые за долгое время открыл Юнити и начал что-то делать. И так начался пятый день, который, правда, быстро закончился, потому что начался он в 7.45 вечера. Но зато я сделал второй уровень и переход на следующий уровень в случае выхода с уровня. Эта машина просто заморозит время на некоторое время. И спустя какое-то время, время разморозит. В шестой день я сделал третий уровень, в котором я использовал аж две двери. То есть игрок сначала собирает все синие сферы и открывается синяя дверь. Открывается новая часть уровня, где игрок собирает все оранжевые сферы и открывается оранжевая дверь, которая ведет к следующему уровню. А потом я нарисовал первое препятствие. Шип. Когда игрок будет касаться шипа, он исчезнет, то есть поумер. А через полторы секунды уровень перезапустится. Сделал еще один уровень с шипами, которые надо перепрыгнуть и начал делать еще один уровень. А продолжил я его делать на седьмой день. Еще я сделал двигающуюся платформу, которая, вы не поверите, может двигаться. Ах, доделал первую версию пятого уровня и собрал первую тестовую сборку. На восьмой день я немного допилил пятый уровень и сделал скрипт, который при вхождении в какую-то зону или по геймерскому твикеру перемещает какой-либо объект в другое место. Возможно, кто-то скажет, а нахрен оно вообще надо? И вот мой ответ. Вообще... Надо! Я применил эту штуку в пятом уровне, причем дважды. Также я начал работать над системой чекпоинтов или, кому как удобнее, контрольных точек. Если кто не знает, то прикол этих точек в том, что если ты прошел одну из этих точек и немножечко умер, то возрождаешься ты не в самом начале уровня, а рядом с этой самой точкой. Спустя три дня начался девятый день, в который я доделал эту самую систему чекпоинтов и, как мы можем заметить, она работает просто заби... Эм... Ладно. Этот баг я пофиксил и, как мы видим, система чекпоинтов работает просто замечательно. И потом начался десятый день разработки, в который я не сделал ничего полезного. Поэтому перемещаемся в одиннадцатый день. В этот день я решил сделать так, чтобы я сам мог задавать, с какой точки мне появиться в начале игры. Но я быстро отказался от этой идеи. Посмотрим, что как-нибудь ее верну, немного переписав и переделав. Но, тем не менее. Потом я открыл оси прейд и нарисовал спрайт врага, который я использовал чуть позже. Вы только посмотрите на эту злую рожу. В талии я решил добавить частицы при ходьбе, но я не смог прописать, чтобы когда игрок ходил, частицы начинали появляться. А когда я останавливался, частицы приставали появляться. Но зато я смог сделать частицы при смерти игрока. А на следующий день я полетел в отпуск и вернулся только спустя 10 дней. На 12-й день я первым делом создал доску в Треллое. Это такой сервис для планирования. И первым делом я решил немного улучшить свой код. Первым делом я поправил анимации прыжка. Вот так они выглядели раньше. И вот так они выглядят сейчас. И затем я переписал то, как задается цвет дверей и сфер. Теперь все написано по-человечески и код стал гораздо лучше. Для игроков, конечно, ничего не поменялось, но зато теперь мне по созданию новых уровней легче задавать цвета дверям и сферам. Далее я зачем-то решил сделать частицы при подборе сфер. Ну ладно. А также начал писать скрипт для врага. И я думал, что это не займет много времени. Как же я ошибался. Перед тем, как что-либо писать, я ввел в ютубе соответствующий запрос и нашел там видеоурок, откуда я и взял алголитом искусственного интеллекта врага. Поначалу враг просто стоит и ходит по заданному пространству. Но если к нему подходит игрок, то враг сразу же направляется к игроку. Если враг подходит к нему на близкое расстояние, то он начинает атаковать игрока. Казалось бы, такой помятивнейший ИИ. На это определенно ушло пара часов. Но даже такая, казалось бы, простая задача заняла у меня четыре дня. Да. Каждый раз, когда я тестировал игру, возникала то одна проблема, то другая. Все время что-то не работало или работало, но некорректно. Во время написания скрипта я также добавил врагу спред и анимации, а также частицы, вылетающие, когда враг обнаруживает игрока. Также добавил отображение здоровья игрока, а также возможность игроку атаковать врага. Враги у меня будут работать примерно по тому же принципу, что и сферы. То есть, если убить всех врагов на уровне, то откроется дверь. По-моему, вполне оригинальная идея. И после этого, 10 ноября, на 16 и пока что финальный день разработки, я собрал вторую тестовую сборку игры. И вот так она выглядит. Да, поведение врага все еще не идеальное, я знаю, но уже в следующей серии я допилю эту систему врагов и сделаю еще всяких прикольных штук. На этом все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, делитесь этим роликом с друзьями и, конечно же, заходите на мой телеграм-канал, чтобы первыми узнавать обо всех новостях моего канала. Ну и заодно можете в дискорд зайти, а то там онлайн вообще нету. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok